Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня у нас понедельник, и как всегда в это время, в этот день место встречи изменить нельзя. В 8 часов утра в городе Чикаго, и в 9 часов у нас уже разница. 17 часов в Москве. У меня на экране монитора, профессиональный астролог, руководитель астрологической школы Андрей Бухарин. Ну и мы начинаем нашу программу. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Майкл! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сан-Гейтс Радио! Да, сразу предупрежу о том, что руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире. Не всегда согласны с этим мнением. Ну вот, после такой ремарки мы сделаем. Еще хочу обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, я не являюсь ведущим программы. Я, вообще-то говоря, руководитель центра Сан-Гейтс, это на всякий случай тем, кто оставляет комментарии. Поэтому у нас формат такой беседы, которую вот я выбираю, это формат беседа. Беседа, несмотря на титулы и популярность тех звезд, которые, ну в данном случае Андрей Бухарин, это звезда астрологии, поскольку он один из немногих, который предсказал победу президента Трампа. Спрогнозировал. Спрогнозировал, ну да, прогнозировал. Да, прогнозировал совершенно верно. Вот, поэтому у нас с ним беседа. И вот мы начинаем эту беседу. Наши координаты, те, кто еще не знаком с ними, это тройной W SanGateRadio.com, SanGateRadio.com, это наш Skype SanGate108. Ну, люди привыкли оставлять свои комментарии и замечания в YouTube. Пожалуйста, нет никаких проблем. Да, мы благодарим Майкла за целую эту такую речь. Речь, да. Ну, я же говорю, у нас беседа. Поэтому... Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, во-первых, что сегодня у нас Луна в Тельце, и мы поговорим о том, всем, что резонирует с Тельцом. Как проверим? 14 ноября, Луна в Тельце, да. У нас, кстати, было, простите, полнолуние? Да, только что прошло. Почему я хотел? Как раз 16.52 было. Причем, вы знаете, опять я вставлю свои там несколько копеек, рублей, точнее, сейчас копеек уже нету. Центров. Да, центров. Так вот, вчера я ехал вечером, я был у брата в гостях, я ехал вечером, и это было уже действительно, уже темнело, но такой большой Луны я не видал. А потом мне жена сообщила, в связи с такой вот загрузкой, которая у меня существует, вообще-то говоря, в центре, то я не... бывает не в теме. Короче, она сказала, что самое-самое близкое расстояние, вот, так сказать, не знаю. Да, суперлуние было, да. И сейчас оно было, вот, буквально, 10 минут, несколько минут назад кульминация была. Ну, смотри, полнолуние было. Ну, да. И, в общем-то, у многих, кстати, бессонные ночи были, эти ночи, насколько я вот не знаю. У меня тоже, да. Я встал, правда, у меня был семинар в пол первого ночи, вот, а после этого еще часа четыре просидел за анализом того, чего я анализирую. Ну, хорошо, давайте. Кстати, вот она, вот разница, между прочим, новолуния и полнолуния. В новолунии как раз жидкость мы теряем, идет, в принципе, упадок сил, а вперед полнолуния перевозбуждение идет, то есть мы чрезмерно наполнены, как бы, вот этой водой, да. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, во-первых, насколько я помню, мы пока еще идем в тренде предыдущего моего прогноза по победе Дональда Трампа в выборах президента США в 2016 году с инаугурацией в начале 2017-го. И я хотел бы рассказать именно о том, что, проанализировав его гороскоп, о том, что, в принципе, ждет Америка, его президента и вообще там рынок недвижимости. Ну, и хотел бы озвучить синастрию с супругой Милани Трамп, а может быть, даже с этого начать. Женщинам это интереснее будет. У него красивая, очень эффектная жена. И более скажу, что, судя по астрологической конфигурации их планет с инастрии, она ему приносит очень большую пользу. В частности, ее Юпитер находится в тренде к Солнцу Дональда Трампа. То есть, можно сказать, что без этой женщины не стал бы Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов. При всем уважении ко всем предыдущим его супругам. Такова судьба. Она, это та женщина, которая, знаете, как говорят французы, Шершеляфан, да? Шершеляфан, как раз ищите женщин. У мужчины всегда мотив, энергию черпает из женщины. То есть, женщина, мужчину, если она окривляет его, он может достичь самых высоких вершин. Поэтому, что? Да, я, простите, вас перебью, чего очень не нравится нашим радиослушателям, когда ведущий, как они говорят, перебивает. Но, тем не менее, по ведической концепции, женщина, она их называет Лакшми. Лакшми – это богиня благосостояния, да. Она изображается, сидящая там, рядом с ней стоит такой ковш большой, наполненный монетами золотыми. Вот, она богиня благосостояния. Мужчины, дорогие женщины, вот те, кто не знают этого, обратите на это внимание. Потому что, если есть разногласия в семье или между, скажем там, партнерами, тогда везде не будет ничего не получаться. Не будет не получаться ни в карьере, не будет получаться ни в бизнесе. И вот это, вот яркий пример, то, что сейчас Андрей озвучил, это та самая Лакшми, которая как раз-таки является для Трампа, ну, вот такой богиней процветания. Ну, такова жизнь, да. И вот, если мы ее посмотрим, космограмма, у нее преобладает стихия Земли. То есть, кстати, она по Солнцу телец, между прочим, мы говорим, Луна в телце. То есть, она Солнечный телец, но такой, скажем, я бы сказал, сатурнянского типажа, потому что у нее Солнце в соединении с Сатурном. Когда она, по-моему, родилась? Она родилась 26 апреля 1970 года в Югославии. Я там не помню, какой-то городок небольшой. Он любит. Собственно говоря, Иванка, она тоже, в общем-то... Первая супруга, да. Да, нет, Иванка это его дочь, но... А, дочка Иванка. Так она в честь жены названа, кстати. У нее же три от первого брака. Да, он как-то почему-то вот любит. Поэтому он и называет российского президента лучшим другом. Ну, так называют его в Америке. На самом деле, я уже не знаю, как они там, друзья или нет. Но, во всем случае, он очень высоко отзывался в дебатах по поводу российского президента. Приятно, приятно. Ну, я хочу сказать свою позицию, напомнить. Я не стою на стороне Дональда Трампа, либо Хиллари Клинтон. Не стою на стороне, скажем так, либо действующей власти, либо оппозиции к ней. Моя позиция надо, скажем, партийная, надо государственная, надо религиозная, над национальная. Ну, надо это понятно. Вы же сверху видите все это. Ну, чтобы, действительно, чтобы, потому что, когда, если астролог, он начинает, скажем так, болеть за какую-то команду, да, то он, во-первых, теряет, как правило, связь с космосом. Ну, если так это можно выразиться. То есть, прогнозы становятся тенденциозными, и как бы он будет притягивать желаемое задействительно выдавать, и прогнозы потом не исполняются, потому что он не столько прогнозирует события, сколько выдает желаемый результат, чтобы его команда победила. Вот и все. А когда беспристрастно, то есть, стараться такую позицию, не вы, что это легко, то есть, но тем не менее, то есть, вот стараться такую позицию занимать, тогда будет, как бы, объективно можно взглянуть на одну, на вторую сторону. Поэтому мой прогноз по Дональду Трампу именно был не потому, что я за него переживал, болел, либо я там был за Хиллари Клинтон, либо наоборот, а просто именно сугубо работа моего метода прогноза. И вот хочу сказать, что именно Дональду Трампу надо эту женщину держаться за него, и она, как бы, она для него очень и очень такая, ну, спасительная такая, вот очень важная, скажем так, судьбоносная женщина в его жизни, с которой он сможет многое достичь высот и более того, которая даже его, возможно, может уберечь от каких-то опасных ситуаций в жизни. Дело в том, что вот по прогнозу политической жизни в Соединенных Штатах Америки на 2017 год, я уже это озвучил, что у Хиллари Клинтон и у ее вице-президента, который с ней там в команде идет, Тим Кейм, это с ней разве, да? Да. Вот, они очень сильные показатели на обретение власти осенью 2017 года. Ну, вот, исследуя всю политическую, скажем, жизнь, точнее всех президентов Соединенных Штатов за все время существования Соединенных Штатов, начиная с Джорджа Вашингтона, заканчивая сейчас современным, ну, до, по крайней мере, кто был до настоящего времени, никогда такого не было, чтобы и президент, и вице-президент, как бы, ну, скажем, они прерывалась, скажем так, преемственность власти, да? Потому что за всю историю, когда погибали президенты на посту, умирали, либо, как пример, с Ричардом Никсоном был импичмент президента Соединенных Штатов, за ним, то есть, если президента снимали, либо он уходил с поста, вице-президент автоматом назначался, то есть, выборов не было в это время, он назначался до следующих выборов, какой срок там остался президентом. И эта закономерность, она исследуется, то есть, вот, на всех. А вот мы на примере, например, вице-президента Трампа, скажите, как его зовут, там, это был Митин Кейн, я не помню, Ричард Майк Пенс, вот так его зовут, да. А вот у него, у него показателей нет на то, что он может быть правоприемником, скажем так, Дональда Трампа. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень невероятно опасность для обоих, то есть, с этих политиков, значит, это, то есть, они, значит, проблема в том, что летом 2017 года, особенно где-то, вот, я бы так, конец июля, 30-31 июля, я бы отметил, например, в карте Дональда Трампа, очень вероятна угроза для жизни, причем, для того, если вот для Дональда Трампа, то для вице-президента почему-то чуть-чуть позже, где-то через неделю, может быть, ну, грубо говоря, если они, не дай бог, попадают в какое-то такое событие, какое-то нечто, то если президент может сразу, скажем так, быть недееспособным, а вице-президент, ну, там, в течение некоторого времени. И тогда в этом случае, вот я хотел бы вас спросить, а что законодательно в Соединенных Штатах в этом случае, если и президент, и вице-президент становятся недееспособными? Ну, вот, к примеру, там, уходят из жизни, либо заболевают, либо импичмент, там, импичмент обычно президента только, а тут, например, оба. Что происходит? Обычно тогда, такого, кстати, в истории Соединенных Штатов еще не было, вот могу сказать. Вот, по идее, выборы новые должны быть, да? Наверное... Кого назначить-то надо тогда? Наверное, это называется, так сказать, помните, как «Сон в руку»? Есть такое выражение, а есть фильм «В руку», если перефразировать. Вот, на американском телевидении идет такой фильм, который называется «Сериал». Там играет Кефер Сазерленд, который играл 24-24, да? Это в русском прокате. Это designated survival, это называется назначенный, так сказать, спасенный, что ли, вновь который появился. То есть, там ситуация такова, что был террористический акт, и погибли как раз-таки вот тот самый вариант, когда оба. Ну, и вот назначили тех, кто остался в пост. То есть, есть в Сенате, есть в Конгрессе, есть лидер majority, есть лидер minority. То есть, большинство, как бы, и меньшинство. Но, на самом деле, большинство, это сейчас власть захватили, понятно, поскольку Трамп пришел в власть, и это паблика, это музыканская паблика. Ну, полагаю, еще раз, ну, выбрали. Ну, я знаю. Мы же не несем никакой ответственности за мнение, в том числе мое. Ну, на самом деле, значит, я полагаю так, я не знаю, я не очень разбираюсь в политике, не хочу ее касаться, а смотрю лишь только, там, скажем, и участвую в этом только лишь для того, чтобы быть готовым к тому, что потом произойдет, потому что, я, еще раз, мое личное мнение, я не то, что верю, я, так сказать, практически, ну, так сказать, знаю о том, что это все игра. Игра, это все игры нас, которые где-то там кукловод за ниточки, вот это вот. Как бы кто ни считал, это мое, повторяю, личное мнение. Ну, полагаю так, что вот таким человеком станет вот лидер большинства. А кто лидер большинства? Еще раз, я не знаю фамилии, только в связи с тем, что... Ну, я хочу сказать, что у обоих... Надо посмотреть, кто там. У Кик Хиллари Клинтона ее... Будут выборы, еще будут выборы, да. Вот могут быть выборы новые быть. Если вот такое происходит, что, например, президент, вице-президент погибают, ну, не дай бог, как пример, говорю, такой вариант, то очень... Такого не было, кстати, еще раз скажу, в истории Соединенных Штатов Америки. Я вот не могу просто сказать, что бывает в этом случае, надо с юристами американскими общаться. То... Либо что-то такое происходит другое. Почему-то именно у Хиллари и у его, этого зама, очень сильные показатели на обретение власти именно, еще раз хочу сказать, осенью 2017 года. То есть это как бы... Причем... Я не буду сейчас объяснять астрологические основания этого. Просто формат передачи, как бы прогноз в целом. Вот поэтому хотел бы... Вот так я к этому хочу сказать, что... Мелани Трамп, она для Дональда Трампа, она является вот таким, как бы, если ангелом-хранителем его. И... Если у нее эволюционная задача, у Мелани, она... Где она у меня? Сейчас я найду. Вот, Мелания, точнее, да? У нее эволюционная задача, то есть она очень практичный человек. У нее очень выражена стихия Земли. Она... Кстати, у нее образ такой был, снежной королевы, когда она там была моделью. Такой у нее луна в Козероге. То есть солнце в соединении с Сатурном. Такая, знаете, как бы, вот красота такая, ледяная красота, если это можно объяснить. Еще раз, она в апреле родилась, да? Она родилась 26 апреля 1970 года. Ну, по крайней мере, это открытые источники. Там... Я понимаю. Я почему спрашиваю? Я, так сказать, в уме уже посчитал нумерологию. Ну, я тоже... Она сильный человек, вообще-то, на самом деле. Судя еще раз по нумерологической матрице, которую вот я там составил, она очень сильная. Это относится к разряду тех людей, под влиянием действительно Сатурна. И она... Вот если бы это был мужчина, вот как Хиллари 26 числа, как Тим Кейн 26 числа, это лидеры, это явно лидеры. Ну, если есть мудрость, так сказать, то она, конечно, будет в команде, а не будет сама по себе, иначе тогда будет разброд и шатание. Вот. Ну, очень сильное, да, очень сильное качество, причем она прекрасно регулирует и общается с людьми. Великолепный менеджер. Это, вот, так сказать, это то, что я могу сказать прямо так с листа. Да, и вот ей надо обязательно, скажем так, стремиться... У нее эволюционная задача, то есть ей надо научиться раскрыть интуицию в этой жизни и научиться понимать тайны, скажем так, арчаги жизни, то есть невидимый мир, тонкий, духовный. вот, поэтому, как там по-английски, там, spirit, word, наверное, да, вот что-то в этом духе. Вот к этому стремиться. Тогда ей будет идти защита, тем более у нее хорошие показатели по именно защите именно материальном плане, то есть у нее там есть. Вот. Ну, к слову, если вот мы... Еще так же вопрос был по недвижимости в Соединенных Штатах Америки, а, к слову сказать, это тоже телец... Ну, скажем так, правильнее сказать, накопление под знаком телца строительства, это уже больше козерожья тема. Но здесь я хотел бы отметить следующее, что в целом показатели для... Сейчас я сделаю... Для Америки на текущий год, когда... Сейчас... По недвижимости положительные. Причем положительные они идут... Сейчас я... Так... Карк много открыл. Сейчас никак не могу построить пока... А, вот у меня готово уже здесь было. Да. Они причем... Хочу вот именно где-то начиная с августа месяца... Ну, правильнее сказать, первый пик был такой вот февраль 16-го года, потом с февраля 16-го где-то до августа такой период я бы правильно сказать не стагнации, а коррекции, ну, как бы остановки такого передыха. А начиная где-то вот с лета, конец июля, август и до двадцатых чисел, ну, до католического рождества идет период роста показателей на рост цен на недвижимость. И все это и целый, весь 2017-й год и первая половина 2018-го отмечены ростом на цен на недвижимость. То есть, в принципе, политика, по крайней мере, которую сейчас закладывает Дональд Трамп, она будет способствовать капитализации рынка, и рост рынка недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Далее, с нового года до конец, конца февраля 2017-го года период коррекции цен. С начала марта по середину мая опять рост цен, очередная волна роста цен на недвижимость. Потом коррекция идет до августа, ну, до середины лета 2017-го года. И с середины лета 2017-го года до ноября 2017-го года очередная волна роста цен на недвижимость. Потом коррекция идет до марта 2018-го И последняя волна такая идет с весны, где-то с марта-апреля 2018 до сентября, практически до осени 2018. Вот так вот. То есть, в принципе, мы здесь видим такие показатели, что у них такой рост. А раз это идет, значит, кстати, интересно, что Мелани Трамп, я тоже так смотрел, у нее как раз где-то до этого периода идет тоже показатель по достатку, как бы такие положительные. То есть, она резонирует. Ну, понятно, женщина, наверное, владеет нормальный телец хорошими активами, поэтому, естественно, что ее жизнь, ее судьба, вообще вот эти выделенные фигуры, которые олицетворяют собой, кстати, недвижимость в том числе, она как дорогая, красивая такая, такой актив, и если это уместно так выразить, но она телец, я имею в виду, что она сам по себе, то есть, она энергия вот этого денег, что ли, там какого-то материального благополучия, то есть, олицетворяется такая. У него это и по судьбе, и любой телец, у него задача поддерживать, как бы, чтобы земля цвела, то есть, они не деструкторы, они как раз вот эти, ну, не первопроходцы, а именно вот эти, как бы, поддерживают в нормальном состоянии, в таком цветущий край, чтобы земля была. Ну, вот так, если по... Да, я могу еще немножко добавить, то, что вы озвучили по графикам, то, что вы видите, я, так сказать, не понаслышке, я знаю, я неплохо разбираюсь в реал-эстете, я работал в этой сфере много лет, могу сказать, что чисто по сезонам оно вполне соответствует. Все дело в том, что в Соединенных Штатах Америки есть один показатель, который, может быть, будет интересно людям, которые проживают на постсоветском пространстве, и те, кто не знает, какая специфика, скажем, в Соединенных Штатах. Реал-эстейт или недвижимость обусловлена выбором школы, потому что я много раз уже говорил в моих программах на нашем телевидении, интернет-телевидении Чикаго и в программах моих персональных. Я говорил о том, что реал-эстейт еще во многом обусловлено, есть такое выражение в реал-эстейт, локейшн, локейшн, локейшн. Имеется в виду, это, наверное, знают все риэлторы, но очень важный момент, какие школы будут ходить дети. Поэтому лично я, скажем, когда вот ребенок заканчивал школу, мы переехали с одного района, который престижный район в том плане, что там находится очень серьезная школа в Чикаго. Это в пригородах города Чикаго. И ее даже посещал в свое время Клинтон. Поэтому, в общем, это престижная школа. И колледжи, которые выбирают, там нету экзаменов, они просто подаются, скажем, аппликейшн, подается заявление, их рассматривается. И очень важный момент в этом, в какой школе учился тот ребенок, который собирается пойти поступить в колледж. Поэтому руководство этого колледжа это берет во внимание и очень-очень серьезно. Так вот, что происходит? Значит, когда начинается уже сезон, то есть дети идут в школу, к этому времени уже все определились. То есть, как бы уже определились, где надо жить, если кто хочет поступать, допустим. Причем это имеется в виду только high school, начиная там с какого-то, я не помню, с девятого класса, по-моему. Вот. И поэтому определились. Зимой, естественно, чисто как по сезону, это все утихает, никто ничего не покупает. Это очень резко, когда кто-то где-то чего-то покупает. Это прекрасное время, кстати, покупать, потому что цена на недвижимость меньше, чем она находится весной. Но самое оптимальное время покупки начинается с марта месяца. То есть, с марта месяца по март-апрель-май, когда вот такая вот весна, когда дети еще не идут, скажем, каникул, когда нету. И родители свободны в этом, потому что потом начинается каникул, надо, естественно, за ними где-то следить и так далее, ехать с ними куда-то. То есть, нету времени на это. Поэтому вот такая штука, это достаточно интересно. Ну, и то, что вы сейчас озвучили, это правда. Я как аналитик, там, технический аналитик, я могу посмотреть график. И по графику я это тоже видел. То есть, падение, ну, я видел, когда это падение было страшно, этот крэш, реал-эстейт, недвижимости. Потом с 2011 года начался подъем, с ноября. Это видно по графику, абсолютно четко и ясно. И, конечно, вот тогда надо было бы инвесторам, наверное, закупаться. Сейчас тоже можно, но это продлится, ну, полагаю, так еще все-таки, действительно, 2017 год он подходит под эту категорию. Но вот что будет дальше, маловероятно. И надо еще отметить последнее о том, что Дональд Трамп, это тоже отмечалось, он просто потрясающий риэлтор. Он великолепно разбирается в реал-эстейте, написал сам много книг. И был еще один такой человек, которого, может быть, кто-то не знает, что он им был, но начал свою карьеру в реал-эстейте. Это Арнольд Шеварценеггер. Причем он стал... Честно говоря, интересно. Кто-то артистом был, да? Артистом он был намного позднее. Он был очень серьезным риэлтором. И жена ему, кстати, Лакшми, помогала. Вот он вариант. А потом пошло вот так вот. Все пошло. И вот что произошло. Но он заработал свои миллионы именно в реал-эстейте. Это, так сказать, действительно немногие знают. Но вот это такой факт был. И он в этом очень хорошо разбирается. И, кстати, Дональд Трамп, мы уже говорили, было такое шоу на телевидении американском, которое называлось Apprentice, где как раз по этому поводу он нанимал одного человека на работу. и там две команды сражались. И это было на протяжении, по-моему, нескольких лет. Семь, восемь. И вот сейчас начинается новый сезон Apprentice, где таким человеком, которым был Дональд Трамп, будет Арнольд Шварценеггер. Вот. Это будет интересно. Если есть перевод, да, если кто... Если есть перевод, я бы советовал посмотреть, как именно Трамп ведет себя. Ну, это шоу, это понятно. Но, тем не менее, тем не менее. Ну, вообще, очень артистично. У него асцендент во льве, то есть, с Марсом, там, вот этот свет, кстати, такой опаленный лица, это дает Марс восходящий. И он очень активный, боевит. Он вообще, на самом деле, вот, несмотря на 70 лет человеку, он такой, этот, активный такой, дядечка такой, такой темпераментный, такой вот, прямо заметно, что он не старичок такой вот, которого под руку водить надо. Он очень сильный, даже, видно, физическая личность такая. То есть, молодец. Я знаю, кстати, что Дональд Трамп очень и очень отрицательно относится к алкоголю, наркотикам и прочим, табакокурением всяким и прочим. И, насколько я знаю, его дети, он довольно к детям свободно их воспитывал, но именно этот момент, он крайне жесткий, тоталитарный, если так можно выразиться, в семье это принимал, потому что у него родной брат алкоголиком был. И он, когда это сам, ну, вот эта трагедия семейная, то есть, он видел, к чему это приводит. И, кстати, привел, что дети, в общем-то, у него, и он не пьющий-то. То есть, вот что показатель, что трезвость к чему приводит. Возьмем Буша-младшего. Он в свое время признал о том, что он был алкоголиком. Уже лечился даже. Более того, видите, как в Америке это приветствуется, не то, что это падший человек, а человек, который сумеет, действительно, есть такое. Дело даже не в этом. Если он, первый шаг, есть 12, есть такая программа, 12 шагов анонимных алкоголиков. Вот первый шаг признать о том, что я алкоголик. Есть такая целая, не только программа, их в каждом городе по нескольку таких ассоциаций находится. И он признал. И более того, это было прямо в момент выборов. То есть, его оппонент об этом говорил, а все сказали, ну как это, он же себя действительно переборол, он же признал, и его выбрали президентом. Ну да, он же не доходяга, не в пьяном состоянии же был на дебатах. Это ясно. Да, это проблема. Тут вообще осуждать кого-то было бы даже и не духовно, и вообще как-то... Если человек тем более осознает эту беду, пытается как-то ее побороть и побеждает, но при всем уберем политику Буша-младшего, что он там делал, а именно вот как человек, который мог... Это силу воли надо иметь. Вы пойдите любому алкоголику, скажите, что он алкоголик. Он, во-первых, нормальный алкаш, скажем, никогда не признает, что он алкоголик. Он будет всячески... Нет, я могу в любой момент бросить, но я не хочу. Вот у них классический отказ. То есть это говорит о том, что человек еще... Ну, как бы зависимость боится даже признаться себе. То есть первый шаг – это признаться. Ну, тема сегодня у нас не борьба с алкоголизмом, а, скажем так, Луна в Тельце располагает, кстати, и слушателей к информации, имеющей отношение к Тельцу, а это недвижимость, это все люди, которые... Какие-то Тельцы классические, как Мелани Трамп. Кстати, обратите внимание, вот Венера – это управитель знака Телец. Посмотрите, какая красивая женщина. Эти возраста уже сколько она... И мать... Что возраста? Бальзаковский? Имей в виду, что не 20 лет, как бы человек уже ребенка родил, там какие-то вот... Извините, все равно нагрузка идет. Ты хочешь... Как-то надо, ну, скажем так, держать форму, хочешь не хочешь. То есть, это для женщины с каждым годом... Андрей, по этому поводу немного, можно... Я могу много об этом говорить, но, понимаете, вот как раз-таки в Соединенных Штатах есть такие... Такие женщины, их гораздо больше в процентном отношении, чем, наверное, в любой стране мира. Здесь за собой очень и очень и очень ухаживают и одеваются просто... Ну, то есть, нет такого варианта, если человек работает где-то в корпоративном мире, чтобы дважды в неделю он пришел в одном и том же наряде. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. К женщинам, естественно... А в машинах есть соответствующих? То есть, там как бы это правило такая... Тут вопросов нет. Более того, они все очень за собой ухаживают, женщина имеется в виду, особенно эффектная женщина, она действительно эффектная женщина, и если она себе еще может позволить это, так почему же нет, действительно? Я бы еще хотел показать, как Венера проявлена. Вот видите, Венера в Тельце, она дает красоту... То есть, Венера еще управляет весами. В весах красота больше другая. Там более такая... Ну, скажем так... Она другая, более воздушная. А здесь такая, более земная красота. Вот если это так... Такую аналогию можно выразить. Ну, кстати, по поводу рынка недвижимости именно в период 2008 года, 2010-го, показатели астрологически были отрицательные. И вот, кстати, вы подтверждаете, что там было падение. Правда, у меня там графики показывают, что август 2010-го окончание... Ну, где-то август... Я бы даже не август, а начало... То есть, конец 10-го, начало 11-го, как бы, конец падения. Ну, я сейчас не помню, когда оно было там именно дно. Вы говорите, что начало роста было уже в ноябре 11-го, но, возможно, не на точных аспектах тоже еще продолжение шло. Я сужу просто по графику, да. Кратце, если вот так, стратегически, то недвижимость в Соединенных Штатах Америки начинает расти. И астрологический показатель показывает, что она будет расти в течение до весны 2000... Ну, до середины лета 2018-го года. По крайней мере, весь... Ну, такие яркие показатели. Поэтому те, кто работают в этом бизнесе, либо кто желает, как бы, там, не знаю, свои финансы... То есть, есть, ну, как бы, чтобы они понимали... Да, Андрей, я полагаю так. Тем людям, а большинство нас слушает, проживающих в России, в Украине и в других бывших республиках, наверное, интересует все-таки недвижимость, которая, если интересует, то недвижимость, которая находится на их территории, не на территории Соединенных Штатов. Можно я отвечу, да? Да, ответь. Майкл, вот мне задали вопрос. Вот когда успешный у меня прогноз произошел по Трампу, у меня один из моих фейсбушных читателей спросил, Андрей, а почему вы не пишете прогнозы по России подобного рода, там, и так далее? Объясняю. Дело в том, что есть астрологические показатели, лично у меня, у меня линии профессионального признания проходят через Канаду и США. Ну, вот судьба такая. Но не проходят они у меня через Россию вот такие, нет, есть где преподавательские линии, вот, а именно вот прогнозы. И у меня удается, обратите внимание, прогнозы, то есть именно вот то, что я пытаюсь, например, в России, даже когда вот был, там, этот, Навальный Собянин, вот этот у меня прогноз был, почему они хромают? Потому что не мое это место, мое место, моя территория, где я, у меня все получается хорошо, где меня, ну, как-то, ну, вот, судьба такая, понимаете, то есть, в общем, это у каждого человека есть, это линия профессионального, скажем, такого, признания и авторитета, она называется. И она одна, и хорошо, что она попала еще на континент, она бывает через океан у кого-то проходит, ну, на пароходе на каком-то, не знаю, там надо где-то выступить в какой-то момент, его признают, этого человека. У каждого из нас, у каждого, без исключения, есть своя территория, где есть место, где он супер авторитетный, и супер у него все удается в профессиональной сфере. Все, без случая, это я говорю к тем, Майкл, кто там грустит, допустим, что-то там, депрессии где-то, ой, там не плохо. Ну, обратитесь к профессиональному астрологу по астрокартографии, и он вам, надеюсь, поможет, подскажет, где, по крайней мере, есть ваша территория, а уже за вами выбор будет, ну, как-то там реализовываться на той территории или нет. Вот обратите внимание, я-то в Америку не переехал жить, но все, что связано с Канадой и с Штатами Америки, мне легко получается. И причем, чем крупнее, тем легче идет. Вот даже взять, когда выборы Обамы были, вот сейчас, вот мне спрашивают, почему рынок России? Да потому, что у меня здесь нет показателей, что я прогнозы, будут удачными у меня прогнозы. А по Америке, вот мне легко это, ну как, не то, что легко, правильно сказать, а оно у меня просто вот такая судьба. Вот и все, вот это ответ будет. Это значит, как в медицине. Не бывает врача, который и педиатр, и гинеколог, и стоматолог, и там, и хирург, и, я не знаю, психиатр и так далее. Вот у каждого своя какая-то такая ниша есть. Вот у каждого своя... Вы знаете, были такие врачи в истории, если вот последняя реплика на Вашу, их называли земские врачи. Это русские врачи, которые в деревнях, они и роды принимали. Ну, типа. Я, кстати, по первообразованию фельдшер, между прочим. Вы знаете, да. Вот у нас завтра будет, да, у нас завтра будет выступать доктор Борис Увайдов. Он приверженец той старой русской школы докторов, которые солнце, воздухе и вода наши лучшие друзья, а не вот эти вот все медицинские эти. Ну, а я как раз, вы предварили то, что я хотел сказать со своей стороны. Дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, если вы хотите знать, где ваше место или ваше направление в вашей деятельности, вы, безусловно, должны обратиться людям, которые в этом разбираются, будем так говорить, лучше, чем мы сами. И когда-то такими людьми были учителя, их назывались большой буквы учителя, и практически все к ними обращались. Сегодня мы сами все знаем лучше, мы сами советуем, мы сами все знаем, но на практике получается не так. Поэтому, пожалуйста, или обращайтесь вы напрямую к астрологу Андрею Бухарину, профессиональному астрологу, или вы можете обратиться к нам, ну, где-то там и мы можем чем-то помочь. Андрей, хорошо, значит, понятно, вы точку своего зрения вы сказали, почему вы акцентируетесь, объяснил. Потому что совершенно верно, да. Тут нету ничего такого непонятного, как бы, все логично, все нормально, все логично. Давайте, у нас остается очень немного времени, давайте, может быть, мы остановимся все-таки на финансовых, вот я в прошлую субботу, есть там программа, на YouTube уже выложена, на SunGates Radio, если на Facebook посмотреть, положение на финансовых рынках, мы с вами беседовали. Дорогие друзья, это не означает, что я, Майкл Мелехов, меня интересуют только деньги, я об этом говорю. Нет, всех интересуют, во-первых, деньги, во-вторых, наверное, всех интересует российских радиослушателей, куда пойдет российский рубль, правильно? Так вот, мы как раз об этом же говорим. Вот если конкретно говорить о сегодняшнем дне, то я вам могу сказать, Андрей, посмотрите, пожалуйста, евро. Почему? Через 15 минут будет выступать немецкий, кто он является, президент Центрального банка Германии, получается так, он будет выступать и что-то о чем-то говорить. Вот евро, после того, как Трамп победил, должно было идти резко вверх, но оно резко развернулось и пошло вниз. Я это объяснял в моих программах, почему это происходит. Полнейшая спекуляция и манипуляция, но дело вот в чем. Дело в том, что если летит евро вниз, доллар летит вверх. Это означает, что вся валюта по отношению к доллару будет идти вниз. Вот о чем идет речь. То есть, там, скажем, там и в том числе русский рубль. Так, вот, есть ли переломная точка, потому что в течение буквально сегодня, завтра, послезавтра, все-таки это евро долетит до какой-то нижней точки и начинает разворачиваться и временно пойдет вверх. Потому что, так или иначе, на большом промежутке времени, мы с вами это уже обсуждали, как минимум, оно сравняется с долларом. Доллар сегодня впервые перешлинул позицию, условную позицию 100 долларов. ну, как бы, непонятно, как-то доллар и 100 долларов, но вот есть такая условная, скажем так, единица, и показатель был впервые за сколько там, довольно продолжительный период времени полетел он вверх и будет еще идти вверх. Как и золото будет идти вниз, кстати. Так что, что вы видите по этому поводу, что вы можете сказать? Скажу так, я смотрю еще раз, один из показателей это гороскоп Центрального банка, Европейского Центрального банка, у него показатель такой, что сейчас будет озвучена благоприятная информация для Евро, ну, для Евро-ЦБ. Сейчас это когда? Сегодня? Ну, 14-го числа и 14-го числа вот написано, да. Ну, возможно, она будет сейчас озвучена, потому что... А вот 15-го, 16-го евро начинает падать, а доллара расти показатели. То есть, понедельник, а сегодня у нас, да, вот завтра, вот интересное дело, то есть, это именно сегодня, сейчас какой-то краткосрочный сплеск такой может быть, а вот завтра и послезавтра показатели того, что по евро отрицательное, по доллару положительное. Ну, это вот как раз то, что примерно я сейчас и сказал, потому что временно действительно оно пойдет вверх, но по техническим показателям, по техническому анализу евро будет идти вниз, соответственно, доллар будет идти вверх, соответственно, вся валюта по отношению к нему, скажем, иена полетела сильно вниз, то есть, было 95 где-то уже, то есть, примерно так было, сейчас 108, насколько я знаю, 110 даже, ну, кроме британского фунта, он продолжает немного идти вверх, но все равно это временное явление. Хорошо, что вы можете еще, такое вот, такое, позитивное, вот такое вот, для всех, что нам предстоит, да, ну, минут пять у нас еще есть. Ну, позитивное, если эту неделю смотреть, она, в принципе, вообще хорошая неделя, особенно, вот сейчас хороший аспект Меркурия с Марсом, то есть, благоприятная информация звучит в этот момент, и очень хороший конец недели, где, особенно воскресенье, хороший день, двадцатая, когда Венера хороший аспект Нептун делает, очень хорошо приобретать все, что имеет отношение к искусству, к мистике, к психологии, к жидкостной, какие парфюмы, пойти, например, ну, в этот, косметологический салон, да, 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 вот так вот, а так, очень хорошие, неделя хорошая, то есть, отрицательный, а, есть отрицательный день, кстати, вот как раз 18 число, первая половина дня, до трех часов, по-московски я говорю, то есть, она отрицательная где-то с вечера, с 19 часов 17 числа, ну, давайте по Гринвичу, это у нас будет с 18 часов по Гринвичу с 17 ноября, по полдень 18 ноября, то есть, это вот период опасный ДТП, кстати, опасность потери документов, опасность получения обмана, даже такого, ну, как бы вот, ну, и вообще ДТП, которые будут распространены, они будут иметь оттенок именно алкогольного отравления, скажем, вот это, избегайте выпивших водителей, ну, как это можно, то есть, если кто-то надумает выпившим ехать, ну, во-первых, это в принципе, я считаю вообще как покушение на убийство, вот мое мнение, когда пьяный человек садится за руль, в это время это будет как бы так, больше искушений будет, больше склоняться, поэтому, вот именно этот период, он опасный, дорогу, когда переходите, вот кто в это время, не думайте, что если светофор вам показывает переходить, там, десять раз по сторонам, посмотрите, потому что в это время, как бы неадекватные люди за рулем, они, их больше процентов появляется, то есть, они могут не видеть. Еще раз, это на всех территориях? Да, это на всю территорию, ну как естественно, это аспекты астрологические, которые, понятно, это не значит, что это с каждым из нас непременно что-то произойдет, просто в этот период происходит усиление этих влияний космических, когда люди склонны, грубо говоря, выпить и сесть за руль, их становится больше, то есть, они выпивают и садятся за руль, грубо говоря, понимаете, их процентном соотношении, в это время, их больше ездит, ну скажем, пьяных водителей, вот по, ну такое вот время, поэтому лучшее это время, да, когда, простите? Это вечер, с вечера 17 ноября по Гринвичу до полудня 18, это время такое, самое вот опасное для, опять же, потери документов, разговоры, будьте внимательны в разговорах, вас могут обмануть, либо люди не понимают друг друга, пустые слова, причем не просто скандалы, а такие, будь здоров, разговоры, потому что там период очень стрессовый, причем это, как правило, обидчивость большая, там луна будет в раке, то есть люди, возможно, разговоры будут иметь отношение к дому, именно не как к недвижимости, а как к месту жительства, с женщинами старшего возраста, либо с родителями, там вот такие могут быть конфликты поколенческие. в том числе, то есть все недели, вот этот период, он самый такой деструктивный, хороший начало недели и конец недели, ну так, если вот такими фрагментами взять, вот так вот. Понятно, ну что ж, хорошо. А так будем жить нормально все, то есть здесь, в принципе, таких вот катастрофических, но мы помним, что усиливается квадрат Юпитера к Плутону, который будет 25 числа точно, и он на фоне этого, вот этот период, может быть, я говорю, самый такой опасный период на этой неделе. То есть, когда могут быть крупные, ну не к 25, но он там не именно 25, до 25 восходящийся аспект, поэтому здесь очень вероятно, что как раз на фоне вот этого большого негативного аспекта, маленькие срабатывать будут, они больше очень сильно усиливаются, резонанс. Ну, то есть, как раз к празднику, потому что великий праздник в Соединенных Штатах, День Благодарения, Thanksgiving Day, да, ну 25-26 ноября. Там уже лучше уже будет, там уже не так страшно, вот этот с 17-18 я бы обратил внимание, хотя 25-го тут как раз, похоже, большие денежные траты, ну ладно, на следующей неделе, а, кстати, на следующей неделе меня не будет передачи, там через неделю, будет только. Мы будем скучать. Я буду скучать. Да. Ну, дорогие друзья, возможно, мы договоримся с Андреем Бухарином, проведем какую-то неочередную программу. Либо получится оттуда, откуда, где я буду, попробуем. Если не так, это будет нормально. А я в Краснодар завтра улетаю на семинар, кстати, провожу. Насколько я понимаю. Там тепло, там плюс 13. Вы знаете, удивительная погода у нас стоит на улице, более того, к концу недели, этой недели, это уже какое, это уже больше, чем середина ноября получается. У нас будет, сейчас я переведу, примерно 18-19 градусов тепла. у нас это минус 5 снега уже, мужик, с детьми гулял на санках вчера, катались на снегокатах, вообще зима, национальная зима. Это невероятная погода для, ну, для нас, для нашего города. Очень тепло у вас, да? Я говорю, да, то есть, ну, ночью еще, так сказать, довольно прохладно. А что, еще листья не отпали даже, да? То есть там? Да, еще, еще есть даже листья, да. Ну, не весенна. Прекрасная осень, такого нету, такого периода времени нету, полагаю так, что зимой будет тяжело. Я думаю, это аномалия, на самом деле, это, это аномалия. Так что, в теплые края, наверное, вот как вы уже начали, начинаете вот, ехать в Краснодар, да. Хорошо, дорогие друзья, я должен с вами попрощаться, попрощаться с Андреем Бухариным, поблагодарить, в первую очередь, Андрея, за время, которое он нам выделяет, и за прекрасное общение, и информацию, которую он нам всем дает. Не обессудьте, уважаемые радиослушатели, если иногда он говорит меньше, чем вам хотелось бы, но вы всегда можете прийти на его веб-сайт и посмотреть его, в общем-то, так сказать, во всех ракурсах, он обо всем рассказывает, и очень профессионально, и мы всегда свидетелями вот его прогнозов, которые, ну, я не помню, чтобы они даже вообще не сбывались, так что, во всяком случае, я очень рад соответствовать этому. Андрей, спасибо большое, дорогие друзья, спасибо вам, до новых встреч, всего доброго, здоровья. До свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok